Лодки или скафизм. Лодки могут не звучать как очень пугающее название для наказания, однако то, что оно влечет за собой, действительно ужасно. Это был любимый метод наказания в Древней Персии, и он был разработан, чтобы прийти как можно больше страданий и продлить страдания жертвы на максимально долгое время. В древние времена только смерть не рассматривалась как достаточное наказание за тяжкие преступления, а быстрая смерть считалась милосердием. Из-за этого кажется, что те, кто находился у власти в то время, посвятили бесчисленное количество времени и творчества придумывать хорошие способы наказать своих врагов. При скафизме жертва была раздета на гола, а его тело было заключено в две маленькие лодки, спроектированные так, чтобы точно совмещать голову, руки и ноги, торчащие сквозь отверстия лодки. Лодки будут пригважены друг к другу, чтобы заманить в ловушку жертву, которая затем будет принудительно накормлена медом и молоком, а также смазана липкой смесью на его лице, ногах и руках. Затем он поплывет в середину тихого озера или просто попадет на солнце. Сладкая смесь быстро привлекала бы рой мух и насекомых, которые покрывали бы незащищенную кожу человека, жарили и кусали его, вызывая постоянную агонию. Смесь меда также будет поддерживать его жизнь и питание, продлевая его пытки, а его кокременты и моча будут медленно накапливаться внутри лодок, медленно наполняя их, чтобы привлечь еще больше мух и насекомых. Со временем постоянные стаи насекомых начнут питаться жертвой, пока он был еще жив, и мухи начнут отладывать яйца внутри лодок, и даже внутри его плоти, которые теперь превращаются в гниль. Осужденного будут кормить молоком и медом каждый день, а на кожу наносить свежую шерсть, и если он откажется от еды, его глаза будут колоть ножом, пока он не станет более готов к сотрудничеству. Таким образом, его поддержали в течение максимально возможного времени, пока он наконец не поддался своим травмам, иногда после целых двух недель страданий, обычно умирающие из-за сочетания дегидратации и эстетического шока, воздействия инфекции, вызванных ранами, нанесенными всевозможными насекомыми, прячутся в его плоти. В одном ужасном рассказе говорится о молодом персидском солдате, который убил претендента на персидский трон в бою и был поднагражден королем при условии, чтобы он рассказал всем, что именно король нанес в смертельный удар. Однако молодой солдат позволил секреты ускользнуть на одном из банкетов и был наказан яростным королем через кофизм. Молодой человек страдал в течение 17 дней, лежа в собственной грязи, в то время как его плоть медленно гнила и была поглощена бесконечным количеством насекомых и червей, которые хоронили себя в каждом отверстии, медленно съедая его живым изнутри, а также снаружи. После того, как он наконец истек кровью, верхняя часть лодки была удалена, открывая жуткое зрелище его наполовину пожираемого тела, покрыто вызывающимися стаями червей, мух и насекомых, все еще питающихся его испорченной плотью.